Всем привет! С вами канал MediaMarkt и сегодня мы разберемся, как правильно выбрать смартфон. Вспомните, всего 15 лет назад мы как-то обходились без него, а сегодня этот гаджет стал предметом первой необходимости. От его правильного выбора зависит, насколько вам будет удобно пользоваться этим устройством, помогающим нам всегда оставаться на связи. Выбирая смартфон, мы обращаем внимание на множество факторов, от цвета до отзывчивости сенсорного экрана. Мы же выделяем шесть основных критериев выбора. Это размер экрана, операционная система, мощность, технология дисплея, камера, а также функциональные особенности. Размер экрана. То, насколько удобно вам будет пользоваться смартфоном, напрямую зависит от размера его экрана. У большинства смартфонов одинаковое соотношение сторон дисплея 16 на 9, либо 16 на 10, поэтому для характеристики экрана используют диагональ в дюймах. С каждым годом дисплей смартфона становится все больше, но это не значит, что именно вам подойдет фаблет с экраном 6 дюймов. Конечно, если вы смотрите на смартфоне фильмы, то маленький экран 4 дюйма вам не подойдет. Если же вы используете его для активной переписки, вам подойдет более компактный смартфон. Можно набирать текст одним большим пальцем. Операционная система. Операционная система определяет, насколько хорошо будет работать ваше устройство и насколько им будет удобно пользоваться. Операционных для смартфонов всего три. Android, iOS и Windows Phone. Самая распространенная на сегодняшний день это Android. Ее популярность связана в первую очередь с гибкостью и открытостью. Разработчики из Google позволили устанавливать ее любым производителям на свои продукты, а root-права дают почти безграничные возможности. Кроме того, ни под одну другую операционную систему не пишется столько приложений, как под Android. iOS устанавливается исключительно на устройство Apple. Плюсы? Великолепный дизайн интерфейса, стабильность и быстрое действие. А время автономной работы устройства Apple значительно выше, чем у конкурентов. Свои поклонники есть и у Windows Phone. Если вы используете компьютер под управлением Windows 10, можете связать с ним свой смартфон. Это очень удобно при работе, обмене данными и организации событий. Производительность смартфона – это залог быстрой работы устройства, независимо от задачи. Мощность смартфона зависит от того, какой процессор он получил. В бюджетных моделях стоят одна или двухъядерные чипы, тогда как в устройствах более высокого класса может быть до восьми ядер. В то же время не всегда корректно оценивать устройство исключительно по числу ядер. Даже у топового гаджета может быть всего два ядра, однако при этом начинка настолько хорошо оптимизирована, что плавность и стабильность работы устройства вызывает лишь положительные эмоции. Не менее важный момент – объем оперативной памяти. В простых моделях доступно 512 МБ. Технология дисплея. В современных смартфонах главным образом применяются три технологии производства матриц. Две основаны на жидких кристаллах – TN-Film и IPS, а третья – AMOLED, на органических светодиодах. Первыми в смартфонах появились наиболее простые матрицы – TN. Они имеют малые углы обзора, не более 60 градусов при отклонении от вертикали, малую контрастность и низкую точность цветопередачи. Сейчас эта технология используется в самых недорогих смартфонах. Современные модификации IPS имеют широкие углы обзора, которые близки к 180 градусам, реалистичную цветопередачу и обеспечивают возможность создания дисплея с высокой плотностью пикселей. AMOLED матрицы обеспечивают самый глубокий черный и яркие насыщенные цвета. Такие матрицы обладают более низким энергопотреблением. Не секрет, что современные производители смартфонов стремятся объединить в одном устройстве как можно больше полезных функций различной техники. Многие модели легко заткнут за пояс даже самые продвинутые цифровые фотоаппараты. Их важное преимущество – это большой экран и возможность сделать снимок и отредактировать его одним прикосновением. Если вы хотите всегда иметь под рукой компактную камеру, обратите внимание на разрешение матрицы. Чем больше мегапикселей, тем качественнее и детализированнее будут ваши снимки. Вы можете распечатывать их даже в очень большом формате без смазанности изображения. Показателя 8 мегапикселей вполне хватит для того, чтобы смартфон считался полноценной заменой фотокамеры. Ну а в iPhone 7 разрешение составляет 12 мегапикселей. Во многих смартфонах есть свои особенности. Например, благоустойчивость. Некоторые современные смартфоны не боятся не только капель, но и самой глубокой лужи. Устройство с поддержкой двух, а то и трех сим-карт – идеальный выбор, если вы хотите использовать отдельный номер для работы или для путешествий за границей. Благодаря этой функции можно экономить, переключаясь между разными операторами сотовой связи. Смартфоны с 4G позволяют выходить в глобальную сеть на скорости 30-50 мегабит в секунду, а это сопоставимо с проводным интернетом. А с помощью модели с NFC можно оплатить проезд в метро, просматривать последние транзакции с банковской карты, открывать электронные замки, быстро подключать к гаджету внешние устройства, например, акустику, и передавать файлы на другие NFC-смартфоны. Скорее всего, вы захотите продолжить список критерий выбора смартфона в зависимости от того, какими функциями этого устройства будете пользоваться чаще всего. И если у вас останутся вопросы, обратитесь к консультантам MediaMark, они обязательно вам помогут. С вами был канал MediaMark. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok